Привет всем, с вами Ричи. Недавно в своем инстаграме я опубликовала видео ВХС вот этой вот ретро-съемки и опубликовала опрос у себя в группе, стоит ли сделать урок. Большинство людей проголосовали за, поэтому сегодня мы будем делать вот такое вот видео. На самом деле на моем канале уже давно не было уроков касаемо инстаграма, то есть последний это было, по-моему, лайфхаки для инстаграма. Но я стараюсь исправляться. И это мой седьмой дубль, кстати, да. В общем, для создания такого видео нам с вами понадобятся три вещи. Это Adobe Premiere, плагин Sapphire и плагин Universe 2.2. Оба эти плагина есть у меня в группе, ссылка, как всегда, будет в описании, то есть их можно оттуда скачать, а также видео по установке этих двух плагинов, также есть на моем канале. Господи, почему сегодня у меня какая-то тавтология? Я была больше недели в России, видимо, отвыкла вообще записывать видео. Поехали. Для начала мы открываем Adobe Premiere Pro, создаем новый проект под названием, каким только захотите. Далее мы идем в файл, создать и создаем эпизод. Именно эпизод. Далее у нас открываются шаблоны настроек эпизода, и здесь мы выбираем Digital SLR. Выбираем, в общем, 1080p24, не нажимаем ОК, идем в настройки, и здесь размер кадра выставляем в 1080 на 1080, то есть один к одному. Это у нас ровно квадратный размер, то есть тот размер, который у нас позволяет заливать полноразмерники, не обрезая в Instagram feed, в ленту вашу. Далее нажимаем ОК, и я вам буду показывать пример на видосиках с Игры Престолов. Я жду эту премьеру очень сильно. Далее не пугаемся. Если я сказала ранее, что квадрата, вы нажали ОК, и у вас вот такой прямоугольник. Здесь мы просто нажимаем, вместо 100% выставляем, не знаю, допустим, 50, можно чуть-чуть опустить, вот так вот. Но я работаю где-то при 25%, делаю сначала склейку видосиков, и уже остальное рассматриваю на 75%. Итак, открываем наше с вами видео, я создам новую подборку под них, и здесь мы выберем, я недавно просто делала фанмейт по Игре Престолов, очень жду эту серию, не могу. И сейчас мне нужен видос определенный прям. Я вот просто не помню этого видоса, в каком же месте он был-то. Ладно, допустим, откроем вот этот вот, и... Нет, это не то все. Ладно, что-то из этого должно подойти. Я прям уверена. Драма. О, вот. Нам вот этот видос. Вот здесь вот мы возьмем с вами немые сцены из разных видосиков. То есть, ребят, на самом деле, вы можете брать именно немые сцены. Далее, когда мы переносим наше видео, оставить существующие настройки, то есть параметры. Выбирайте разные видосики. То есть, когда я делала свой видос в Инстаграм, у меня это было, по-моему, 8 разных видосов ради 4 секунд. Ну, так это разнообразие какое-то есть. Итак, расширяем нашу с вами видеодорожку. Здесь мы видим немую сцену. Раз. Размер мы делаем по кадру. То есть, по нашему квадрату. Если вы, конечно, хотите заполнить именно весь квадрат. Здесь вот можно сделать вот так. Это мы отделим. И здесь во вторую сцену мы вставим их поцелуй. Эх, Игра Престолов, что ты делаешь со мной? Вот так вот. Вставим во вторую сцену этот кадр. И дополним первым эпизодом. После того, как вы склеили ваши видео, которые вам нужны, то есть мы не будем с вами рассматривать там кучу 500 стенд, у нас видео получилось на 6 секунд. И на самом деле такие видосики лучше делать короткими, опять-таки, потому что, согласитесь, никто не будет смотреть на ваш глаз, нос, жопу, целую минуту. Хотя на жопу, я думаю, будут смотреть. Просматриваем, как у нас все это дело получилось. Здесь все очень хорошо, забавненько. Далее приступаем к самому эффекту. Я не использовала здесь, ну, в своем видосчике, по крайней мере, никакой колоризации. То есть это у меня все делали плагины. Идем в эффекты, видеоэффекты. И напоминаю, что нам понадобится два плагина. Именно Sapphire и Universe. Идем дальше в Sapphire, предпоследнюю вкладочку. И здесь ищем эффект S, нижнее подчеркивание, фильм Дамаж, Дамаж, Дамага, да, ай, похер. Или фильм Эффект. Там посмотрите, что вам интереснее будет и к чему глаз, опять-таки, примкнет. Переносим, то есть зажимаем эффект, переносим на кадр. И далее идем загрузить пресет. Далее у нас запускается вот такое диалоговое окно, которое нам с вами запустит, собственно, плагин сам. Плагин, кстати, очень крутой. Я до конца еще не разобралась с ним, потому что скачала я его и установила перед самым отъездом. Но он реально очень крутой. Итак, здесь у нас дается превьюшка с топ-кадром. И уже здесь мы с вами выбираем сам эффект. То есть, если вы хотите максимально приближенное что-то к ретро, я советую вам делать какую-то в синеву, вот, в больше уходить. Именно в такой вот. Мы с вами, наверное, оставим. Господи, я не знаю. Давайте посмотрим, что у нас еще по именно фильму эффекту. В настройках плагина вы можете сами, в принципе, потом подстраивать шум, не шум, убирать шум, смягчать кадр. И все это можно сделать, поэтому... Кстати, вот этот тоже прикольный, но он слишком темный, потому что Игра Престолов, он сам по себе исходный. Кадр такой темный. Вот, мы оставим с вами вот этот вот. Потом далее изменим пленку. Вот так вот пусть будет. И вот так вот. Итак, далее я копирую, то есть, Ctrl-C. Вставляю на другие кадры. И далее можно сделать сверху еще один эффект от Сапфира. Также загружаем, выбираем. Здесь я оставлю вот эти помехи. Изменять ничего, в принципе, не буду. Пусть будет именно вот так вот. Чем больше, как говорится, вот всех этих помех, синевы, искажения кадра, тем лучше. Потому что именно добиваясь эффекта кассеты, вот этой вот съемки, только так можно, в принципе, добиться. Итак, далее идем в Universe. Также у нас это получается предпредпоследняя третья с конца вкладка. И здесь выбираем VHS-кассеты. И можно, в принципе, оставить так. Если вы не хотите оставлять так, вы также нажимаете Browse Preset. И здесь выбираете, что по пресетам у нас. Пресеты у VHS тоже прикольные, как и у RedGN, собственно. Но давайте мы с вами ставим вот такой вот. Выбираем его. И далее также Ctrl-C. А потом программа сказала, приказала долго жить. Нет, все хорошо. Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-V. И просматриваем. У нас с вами получился вот такой вот эффект фильма. Можно мягко сказать. Ну и, соответственно, не забываем, что здесь у меня в видео был текст. Именно субтитры. Ну, да, можно назвать субтитрами. Нажимаем, выбираем инструмент наложения текста. И далее нажимаем на картинку. Ждем, пока премьер додумается. И давайте вставим ту самую знаменитую фразу. Вот так вот. Я надеюсь, она так пишется, потому что мой English is very, very bad. Нет, как говорится. У меня уровень английского Настя Явлеева, по-моему. Итак, располагаем где-то посерединке. Заливку мы делаем желтым цветом. Примерно вот таким вот. Из шрифтов подойдут любые классические шрифты. У меня в каталоге шрифтов важно найти, в принципе, набор, по-моему, шрифтов, которые как раз-таки более подходят для субтитров. И, как бы, чем классичнее будет шрифт, именно печатный, не какие-то там завитушки, не нужно этого, он будет нечитабелен. Опять-таки, ребята, давайте напомним, я напомню вам, что мы создаем все-таки эффект фильма. А в старину в фильмах не показывали шрифты с закорючками, ибо он, ну, нечитабелен был бы. Можно вот такой, кстати, и пиксельный. Но пиксельный, это уже, знаете, это уже, как говорится, графика-графика. И, ну, такое. Поэтому мы с вами выберем именно обычный классический какой-нибудь печатный шрифт. У меня есть окра, которую я бы хотела использовать, но это тоже уже больше дизайн, в моушн-дизайн. Давайте выберем с вами обычный ариел по стандарту. Ариел болт слишком уж фу. И это тоже фу. Ну, тогда совсем уж по стандарту пойдем. Вот. Уменьшаем. Далее располагаем его вот где-то вот здесь вот. Можно сейчас выставить превью на 100, чтобы следить, как у нас шрифт пойдет. Далее добавляем мазок. И мазок у нас будет черненький. Мазок регулируем вот примерно вот так вот. И в темные тона тоже можно добавить просто обычную черную тень. Далее расширяем все по видеодорожке. Идем в опять Universe VHS и добавляем его уже на шрифт. Ну, или не добавляем. Нет. Или добавим. Сейчас посмотрим. Здесь мы отмечаем... Так, это не то. Где-то у нас тут должен быть... А, вот, рендер альфа. И снимаем галочку со скотчем, чтобы у нас картинка была чистая. Ну, и вот, что у нас получилось. Ээээ, я ж сняла галку. Ты шо, Вася? Вот. Давайте на 25% посмотрим. Ну, и вот такой вот видосик у нас получился. После этого мы экспортируем, причем, ребята, экспорт это тоже очень важно, мы идем в файл, экспорт, медиа, контент, и в шаблонах настроек мы ничего не меняем, то есть не нужно выбирать 4К, 1080p, 60% качества, сохраняйте именно с атрибутами исходного файла, чтобы у вас получился именно квадрат, потому что если вы выберете, допустим, 1080p Full HD, он у вас станет вот так вот, вот, поэтому здесь вот оставляем вот так вот, сохраняем имя выходного файла, вы уже, наверное, знаете, как изменить, нажимаете там, куда его сохранить, опять-таки, и нажимаете экспорт, и все, о том, как залить в инстаграм, я думаю, вы сами догадаетесь, я скидываю себе на диск и скачаю с диска, именно с гугловского, мне так удобнее, нежели в телефон, потом там еще что-то, нет, мне с диска удобнее. С вами была Ричи, надеюсь, вам понравилось, ждите нового урока, он уже записан, как недели две назад уже отмонтирован, он просто не залит, потому что я ленивый человек. Всем до скорых встреч, помните, экспериментировать никогда не поздно, творите для себя, и до новых встреч!